День, когда мы совершили еще дважды с ритургией, причастились к телу Курихиста. День, вспоминаем, новомучеников в Синае и Раифе Избиенных, рапостольной Нины, просветительницы Грузии. Все, кто носит имя в честь этой святой, поздравляю с Днем Небесного Покровительницы. Сегодня отдание праздника Крещения Господня. И вот хотелось бы в этот день отдания Крещения, как бы еще последний раз бросить взгляд и поразмыслить, что же такое праздник Крещения. Что совершилось, что было потом, как нам к этому относиться. Вот прошел праздник Крещения. Отгремел праздник. Все гурьбой бросились, прорубь с головой. Набрали бидоны и весь праздник. А потом еще долго будут расставить, кто где-то купался. Вот ты не купался, а я купался. Но эта традиция народная, к сожалению, все более переставить в народный фольклор, затмевая вся суть этого праздника. И без этой тайны, это, вы знаете, какой тайны, это обывание с головой. И сейчас можно, а что сейчас не прыгать? Прыгайте. На самом деле, Иоанн Креститель посмотрел, в какой грехе живет человек. Как он пал. Как он страшно живет. И вот на берегу Иордана звучат слова, которые взорвали весь ветсказаветный мир. Которые никогда до этого никто так не говорил. «Покайтесь, ибо приблизил Царство Небесное». То есть, вот были такие вы, извинитесь, преобразитесь, делайте лучшее. Вот ты правитель, чиновник, будь честен. И думай о том народе, ради которого тебя поставили. Ты защитник Отечества. Жизнь свою положи за Отечество. Ты торгуешь, не воруй. Самые простые же правила. И в знак покаяния Иоанн Креститель с головой окунал людей в реку Иордан. И река Иордан на самом деле наполнилась ужасом человеческих пороков. Река оттяжелела от ужаса грехов и страстей. И вдруг Иоанн Креститель смотрит. Идет Мессия, Которую веками предсказывают пророки. Вот он при того и идет к тебе, к нам. И он подходит к Иоанн Креститель и говорит, крести меня. Иоанн Креститель был в смятении. В смятении. Мессия. Он тебе должен исполнить то, что исполняют все. И тогда человек, творение, Ложит руку на голову Христа Бога И погружает его в этот страшный омут Иордана. В эту грязь, в этот ужас. В эти страшные тяжелые воды, Которые оттяжелели от пороков человеческих. И от соприкосновения с Божественной Благодатью Живым Богом вода преобразилась. Наибиск, что она аж начала скакать, Эта вода, В жизнь вечную. И когда Христос восстал С этого омута, В этот момент наибиск Прозвучал голос Бога Отца. Вот сей сын мой возлюбленный, В нем мое благоволение. И Дух Святый В третьей поста Святой Троицы, Сходящая в виде голубя на голову Христа. Это было явление Святой Троицы, Того явления, Которого утратил Адама и Ева После своего падения. Значит, праздник правильно именуется Богоявлением. Бог явил себя и показал, Кто Он, Как живет этот мир, Как Он спасается, Как Он движется, Как Он промышляется О своем творении. И вот Христос, Выходя на общественное служение В этот мир, К народу, К этому миру, Удаляется в пустыню, Пишут евангелисты. И сорок дней в этой пустыне Он постился, Молился, И написано, Он взалкал, То есть устал, Изголодался. И вот тут к Нему Приступает дьявол. Именно когда тебе трудно, Когда тяжело, Когда невыносимо. Вот Он пришел, И сейчас тебя будут искушать. И как Он интересно искушает. Он говорит, И Святый Сын Божий, То сделай вот эти вот камни хлебами. Ведь дьявол знал, Кто пред Ним стоит. Но Христос Ничего о себе не сказал. И в течение всей земной жизни, Когда бесы будут восставать И трепетать пред Ним, Он запретил им говорить, Кто Он. Почему? Потому что Христос хотел, Чтобы народ знал о Нем Не из уст сатаны, А сердцем почувствовал. Это искус проходит каждый из нас В этой жизни. Когда дьявол к каждому из нас Подходит очень тонко, хитро. Кто ты? Утверди себя, Покажи свою власть, Дай свою силу. Ну что ты? И народ утверждается. Посмотрите, Это что-то вообще... Мир превратился в пещерное состояние. Посмотрите, что ужас, Как дикие звери Бегут от ужаса, От человека. Вот как может... А на самом деле, Творя все, Вот так сказать, Все, что не по тебе, Вот давай сейчас притворим по новой Своей силы, Свою разумом. На самом деле, Человек исполняет Волю дьявола. Он из камней Пытается Притворить хлеб. Но получается, наоборот, Из него Становятся камни. Это мир становится Страшной пустыней. Я смотрел одну картину Потрясающую. Когда Христос В пустыне Сидит на камне. И вокруг него Тоже камни. На виде Сердец Человеческих. И страшная Исков Разила Сердце Христа Бога. Потому что Вот эти камни Напоминали ему Сердца Человеческие. Когда в сердце Нет Бога, Он становится Камнем В пустыне Этого мира. И вновь Книг Приступает Сатана. Но, Говорит, Брось Свершины Храма. И Ангелы Тебя спасут. А Христос Говорит, А зачем Бога Понапрасну Искушать? Искушает Христа Чудом. То, Чем живет Весь этот мир Современный. Чудом. Совершается Божествен Литургия. На научники Исповедники Жизнь свою Положили. Пришел Христос. Евхаристия, Живой Бог, Говорит, Вот Моя плоть, Моя кровь. Ну, Вот там, Где-то Ручей, Что-то Нашли. На стекле Лит Божьей Матери. И все Бросились С головой, Как это В Евхаристии. Чудо! Это Дьявол. 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 Матери. Третий раз. Посмотрите, Все царства Мира Твои. Мне поклонись. Это мираж. Это ложь. И вот опять-таки, Как этот искус Успешает, Вообще, Он всегда искушал Человека. Больше взять. А то, что человек Имеет достаток. В этом-то плохого Ничего нет. Каждый, По мере возможности, Приобретает это. Плохо, Что за этим Достатком Человек Имеет Жилого Бога. И что Он надеется Свою жизнь Упаковать Вот тем Миражом, Который Рисует Дьявол. И тайно Открывается Это мираж, Как и человек Умирает. Он умирает. Богатый, В положении, В обофорах, Во власти, В силе. А ты никто. Дьявол посмеялся Над тобой. Все этот Мираж остается. Даже твоя плоть, Которую ты питаешь И греешь, Она опять Идет в этот Мироздание Это мира. В этот Круговорот. Вот и все. Пустая душа, Пустая жизнь, Пустая смерть. И что Вспомнишь Ужас один. Все это Не пробу В этой жизни Пробиться. Это вот Запредельное. Вот как Удивительно Искушает Человека. И боясь Остаться С пустым Карманом, Мы часто Остаемся С пустой Душой. И пишет Меня распнут Я умру За каждого Человека. И в этот момент Петр Отводит, Господи, Не будь с тобой Этого. Когда Христос Отойдет меня, Сатана. То есть В лице Петра Не надо Умирать. Не надо Распинаться. Чудо Сделай. Но самое страшное Испытание Христу Приступает, Когда он На кресте. А в какой момент? Вот когда он Остался один. Когда все Поняли, Он проиграл. Когда он Понял, Он повернут. Вот тот Мессия, Господи, Он же Своит Он страдает. Его даже Сам Бог Оставил. Ученики Посмотрели И разбежались Тоже. И в этот Момент Вновь Не приступает Сатана. В этой Смертельной Агонии, В одиночестве, В позоре Он присыпает К нему В лице Вот этой Всей толпы Безумной, Которая С первых Губах Кричала Если Ты Сын Божий, Сойди С Креста. Девол Так Не хотел, Чтобы Христос Умирал. А ведь Христос Пришел Нечреса Творить. Христос Взял Нашу Больную Природу Немощную И слабую Раненую Первородным Грехом И Умрешляет Ее И Воскрешает И Отныне Ничего Не Изменилось Так же Люди Стареют, Болеют, Предают, Умирают Но Во Христе Ты Воскреснешь Наверное Поэтому Когда В полуночь Все силы Зла Спят Когда Весь Мир Успокаивает Спит Небольшая Корсочка Христиан Воскресает Христос Воскрес Сердце Подсказывает Живым Живое Бог Взорвал Это Царство Дьявола Оказывается Он Пришел Исцелить Больную Правду Человека То есть Ты сам Теперь Только Согристос Сможешь Спастись Он Твой Спаситель Но В Боге И вот Поэтому В память О празднике Крещение Не просто Говорится Снецкого Проспекта С головой В прорубь А когда Ты живешь Духовной Жизнью Когда Бываешь На богослужении Когда Исповешься Причащаешься Когда Видишь Дно Своей Жизни Этот ужас Своей Немощи Слабость Вот Тогда Вместе Со Христом Ты Погружаешься В Иордан Не Только В эту Водную Стихию Но Какое Счастье Погрузиться В Иордан Своё сердце На дно Своей Души Посмотреть Что Там Что Божествен Благодать Очистила Осветила Преобразила Тайные Крещения Божествен Водами Крещенскими Твоё сердце Твою душу Твои помыслы Чтобы Жизнь Твою была Не как Хорошо А чтобы Жизнь Была Исполнением Замысла Божия О Тебе И когда Мы набираем Эту Иорданскую Воду Мы Жим Брать Ее Как Святыню Потому Что В каждой Капле Живой Бог Живой Бог Который Мир Не Может Вместить Погружается В капли Этой воды И Мы Несем Ее Как Эту Великую Агиасму К себе Домой Окрепляем Жилище Умываемся Пьем Довесуем Детям Близким Родным Храним Ее Чтобы Немножку Расходовать И Когда Мы Освящаем Эту Великую Агиасму Великую Крещенскую Воду Священник Читает Господи Сотрись В воду Аки Причастия Когда человек умирает Говорит А мне Священника Дайте ему Выпить Крещенской Воды Дайте ему Артас Это Великая Святыня Великая Агиасма Вот Как Надо Погружаться Со Христом Когда Ты Живешь И Во Христе Ты Живешь Со Христом Ты Погружаешься В Ом Этого Мира И Тогда Ты Восстанешь Вместе С Ним Не Водную Гладь А Веордан Этого Мира И Берешь Эту Святыню К себе Домой Несешь Вот Такой Праздник Крещения Это Праздник Велик Свят Торжественен И Трагичен Потому Что Христос Вышел Умирать Чтобы Мы Имели Жизвечную Со Христом В Царстве Небесном Аминь Я всех Поздравляю С праздником Крещения Всех Кто Носит Имя Поздравляю С Удивительностью Творной Апостольной Ниной Но Сегодня Еще Для Нашего Города Для Нашей России И Для Всего Мира Сегодня Праздник Нашего Града Это Град Не Просто Град Как Называется Телевидение Революции Это Град Святых Людей Град Святого Петра И Вот Эту Святыню Города Люди Отстояли Жизнь Своей Самое Страшное Испытание В этой Жизни Это Голод Природа Требует Есть Ему Надо Жить А Ничего Нет И Погибают Ужас Город Окружен А Народ Стоит Действительно По молитвам Божьей Матери Казанской Бог Дал Такую Силу Духа Что Люди Постей Крохами Делились Но Удивительно Выставили Красоту Этого Города Каждый Камень Город Омыт Жизнью Смертью И Воскресением Святых Блокадников И Эта Блокада Разорвали Ее Какой Дух Какая Молитва Какая Любовь Как Надо Любить Своё Отечество Ведь Это же Простые Люди Которые Было Больно Которые Было Страшно Которые Ждали Своих Которые Хотели Жить Которые Видели Как Дети Умирают Стояли До Конца Живите Вот Она Голгофа 20 Века Которые Никто На Западе Даже Не Вспоминает Возможно Молитвами Этих Блокадников Этот Мир Еще Стоит И В то же Время Их Подвиг Блокадников Пусть Для Всего Беснующегося Мира Примером И Образцом Показательным Что Какая Блокада Не Была Для России Она Разорвет Все Дьявольские Бесновские Языческие Цепи Потому что Мы С Богом А Бог Воскрес И Какая Блокада Голгофа На Руси Но Только На Голгофе Только На кресте Русском Пасха Победы Воскресение Вот Что Мне Хотелось Бы Сказать Я Блокад Что Я живу В этом Городе Хожу По этой Земле Дышу Этим Воздухом Мне Господь давал Встречаться И общаться С удивительными Людями В церкви Вне храма С блокадниками Жителями Этого города Никогда Не думал Что моя жизнь Будет Половина жизни В этом Святом Граде Петра И Каждый раз Когда Приходишь На Бескалевское Кладбище Дух Захватывает Я Очень люблю Посещать Кладбище После церкви Это святое Место Кладбище И когда Первый раз Поехал В Ленинград И пришло Такое Известное Пескалевское Кладбище А где же Могилы Где же Вот эти Все люди Похороненные Подхожу К этому Дедушки А сынок Так вот Это тут Они похоронены Вот это Вот тут И закапывали Так вот Такие Выстоял Стоял Стоял Мир И Дай Бог Чтобы На всем Этот Миром Был Христос Аминь И А всех Расскажировали С праздником Все Кто Причинялся Это счастье Выслушали Пожалуйста Слова Благодарственной Молитвы Желаю Всем Крепости Веры Духа Святаго И Где бы Мы Неми Небали Чем Вы Не Занимались Какие Вы Не Совершали Поступки Никогда Пусть Никто Из нас Не Зывает Что Мы Верующие Люди